МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Окупанти в Криму обшукали одного з керівників Меджлісу. Правозахисники б'ють на сполох. Данилюк звільняється з посади секретаря РНБО. ЗМІ довідались подробиці. Речниця Зеленського відштовхнула журналіста. Медійники оборились. І начнем ми наш ефір субитію з окупированного Криму. А сьогодні пройшло обыск в домі председателя Судакского регіонального Меджліса Ільвєра Аметова. І от, що він розказав активістам Кримської солідарності. Давайте його послушаємо. Як обшук почався, Ільвєра Га? Приїхали вранці, в маска. О, котрій? Десь об 11-й. Я саме повертався, мені ставили капельницю. Тільки зайшов додому, а вони за мною. Показали документи і так далі. Провели обшук, все перевернули. У мене були старі гнилі рушниці, я хотів з них зробити музейний куточок. Їх забрали. Знайшли якісь папери по збору коштів. Не пам'ятаю, на що їх збирав. Це ще з часів України. А постанову якусь показали? Так, показали, але я не читав. Погано бачу. Може постанова, а може просто якийсь папір. Та хіба це важливо? Вони просто хочуть нас залякати. Ну і з нами сейчас на прямой связі із оккупированного Крима правозащитник Абдурыш Джепаров. Абдурыш тага, селям алейкум, слышите ли ви нас? Селям алейкум, слышу, да, слышу. Абдурыш тага, ну що ж, розкажіть, як ви считаєте, ну для начала, да, із-за чого сьогодні оккупанты пришли в дом з обыском к Эльвера Аметову? Ізвісно ли вам, що йому інкриминирують? Сьогодні прийшли с обыском, вернее не с обыском, а, як вони називають процедуру, це називається, обслідований в його дом. І з осмотром, це теж процедурно таке вираження, в кафе, яке у нього є. В домі обыскали дом, потім у нього музей свій частний, і з музея утащили його, нікторі предмети, в чому-то експонатів цього музея, там остатки оружія, древній, старого, послевоєнного, вот так вот. До военного. І тепер удостоверение нашли, міждіса, що-то ще там, ну, таке незначительне. Потім в кафе його теж був обыск, ну, ось ця сама процедура, от смотра там, тоже изъяли какие-то вещи, оставшись, в общем-то, от сезона летнего. Ну, кафе, понятно, что там остается из продуктов. А статьи у него, инкриминирують, вернее, ему статьи, 280-й, 282-й, 323-й, 237-й. Ну, ми понимаємо, що в цьому регіоні і вообще на всім побережжі таких кафе, ну, сотні і більше. І в любому кафе можна що угодно знайти, ну, і в домах мало ли що. Тобто, діло не в тому, що там нашли, і суть не в цьому, не лежить, може бути, юридистській плоскості. І ми багато знаємо о тому, що 14 сентября неподалеку, вернее, пригороді Судака, весь такий поселок Острет, оснований 30 років, 30 років тому, 80 років. І Вера Міців був одним із організаторів цього поселочка. І вот вони справляли там 30-тилетие, юбилеї, і, в общем-то, мероприятия. І туди прийшов отец Эйваза Умерова, є такий у нас, да? І що-то він там розмущався, що-то там говорив, може бути не саме хороше. І при цьому як-то його не так поняли і отреагували, понятно, нехорошо, як і должно було бути. Видимо, той сообщив зіну, і тут є предположення, що це в відмістку устраєвати той, о кого ми зараз упомінули, Эйваз Умеров. Це предположення. Тому думаємо, що там ніякої вини у цього чоловіка точно нет, у Ільвира Міціва. Це все устроили, як би му таку екзекуцію, щоб він не реагував, так він реагував, скажімо, на таких людей, як Іваз Умеров і прочі такі братья. Тобто, правильно ли я розуміюю, що є така версія і все-таки є таке предположення, що обіск сьогодні, який провели в домі Ельвира Аметова, ну, следственне действие, да, як ви сказали, вище, він був, можливо, заказан в тому числі і Вазум Умеров, правильно, коллаборантам? Я не буду утвердать, але я можу предполагати, що таке може бути, я кажу о своєм, скажі, предположення. Чок Саунас Абдурошаджапарев, правозащитник, був з нами на прямой связі з временно оккупированного Крыма. І переходя к следующим новостям, хотілося б отметити, що сьогодні секретаря СНБУ, Александр Данилюк, написав заявлений об увольненні. Істочники «Української правди» сообщили ізданню, що все якоби з-за конфлікту з главою Офісу президента Андрієм Богданом. Давайте послушаємо, що говориться в УП. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. Про це «Українські правді» повідомили джерела в оточенні глави РНБО. Зокрема, Данилюк не зміг змиритися з методами управління в стилі Богдана. Ну а с нами сейчас на прямой связи народний депутат Украины 8-го созыва Борислав Береза. Борислав, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Борислав, ну що ж, наскільки ожідаємо було для вас решення голови РНБО об відставці? Скажем так, це було значно ожідаємо. Единственное, що всім було інтересно, як довго продліться цей конфлікт. В итоге ми все увидели, що протистояние Данилюк-Богдан закончилось в пользу Богдана. І ще один чоловік із близького круга президента отошов в сторону, освободив місто для маневра к главі Офіса президента. Ну, то есть, ви підтверджаєте тут факт, що некий конфлікт між Богданом і Данилюком був, тому що все-таки українська правда злась на своїй источник і пишет об цьому, а офіціальній какой-либо інформації все-таки по поводу цього конфлікта нет? Об цьому говорять не тільки істочники української правди, об цьому многие розказують в окруженні, як господина Богдана, так і господина Данилюка. Видимо, все-таки як-то вони не нашли контакт один з другим, і мені ескрені жаль, тому що вместо того, щоб появився конструктив для достиження общих целей в інтересах України, ми і далі видим, як відбуваються підкаверні і грі і інтриги. Понимаєте, в українській політиці достаточно давно существує традиція сжирати друг друга і двигатися далі. І я б відносився вполне совершенно нормально к цій традиції, кроме одного нюанса. Раньше в Україні не було війни, кризису і не було ситуації, коли треба фактично возрождати країну із пепла. Поэтому сейчас все-таки інтрия должна остаться за бортом. К сожалению, я понимаю, що це не последня інтрига, і, скоріше всього, що ми увидим ще кого-то з близького круга, який перешов зазначально з президентом, чи людей, які їх теряють. Так було завжди. Так було з Порошенко, так було з Януковичем, так було з Ющенко, в усіх історіях. Але ніколи не було так швидко. То є правильно ли я розумію, що все-таки президент Владимир Зеленський после прибытия із Соединенних Штатів Америки підпишет указ і підпишет заявлення Данилюка об відставці? Знаєте, господин Зеленський мене не сообщав об цьому, видимо, просто занят дуже сильно, але я думаю, що, скоріше всього, да, тому що якраз сейчас ситуація такова, що інформацію о заявліні слили намерено із Офіса Президента, і зроблено це в такій негативній коннотції, щоб не залишався варіанта для можливого манівру для президента. Борислав, оставайтесь на связі з нами. Я просто хочу подключити к нашій с вами дискусії Алексея Головутського, політолога. Алексей, здравствуйте, слухаєте ли ви нас? Добрый день, тільки не політолог, політехнолог. Політтехнолог, да, извините. Ну, Алексей, що ж ви думаєте по поводу отставки Данилюка, наскільки вона була для вас ожидаема, і дійсно ли ви связуєте цю відставку з конфліктом, який вже прозвучав више, з Андреем Богданом? Ну, тут можна разні версії виставлять, і з Богданом конфлікт, стільки були інформацій. Ну, як сказав очень относительно пророческий Коломойський в ефирі Шустера, да, Данилюк закончил, как бы, да, то есть закончил через не полторы недели после того разговора. Поэтому выводы каждый будет делать. Данилюк занял определенные позиции по поводу приватизации привата. Более того, он, как бы, соучастник, с точки зрения Коломойського, наверняка, соучастник во всем этом деле, как бы, да, приватизации, ой, не приватизации, национализации привата. И, наверное, он, с точки зрения Коломойського, можно предположить, что тоже несет часть ответственности за то, что тогда произошло. И, учитывая, возможно, учитывая, влияние Коломойського на формирование внешней и внутренней политики нынешней украинской власти, ну, Коломойському это не совсем приятно, наверное, наблюдать Данилюка с пространной позицией в эфирах разных телеканалов. Когда он говорит о том, что, ну, то есть он, понятно, он занимает позицию, потому что тогда был министром финансов, его можно понять. Но это абсолютно, наверное, неприемлемо для того же Коломойского, такая позиция одного из руководителей, бывших руководителей нашего государства, скажем так, да. По поводу Богдана, ну, понимаете, Богдана сейчас понятно, что, и тот же Коломойский, все заинтересованы, чтобы демонизировать именно Богдана, чтобы все плохое было на Богдане, как бы, да. Такое впечатление, что, знаете, что с Трампом уже Богдан, наверное, разговаривал, и вообще все сделал Богдан. Не надо, это классная технология, она стара как мир, как бы, да, демонизируется персонаж возле царя, для того, чтобы, ну, вот, как бы, как он на себя все собирает. Потом выходит царь добрый и хороший, говорит, ну, пожурит, возможно, да, возможно, не пожурит, возможно, еще что-то сделать. В зависимости от ситуации, они будут замерять рейтинги, и, как бы, и ответить, и в случае, если действительно надо будет сбрасывать какие-то фигуры, они будут это делать. Поэтому я думаю, что тут все, и Приват, и Богдан, и, возможно, как некоторые телеграм-каналы, близкие к нынешней власти, они запустили достаточно оригинальную версию, что его обвиняют в том, что он сорвал визит в Америку. Ну, реально, назвать визит в Америку удачным, даже у сторонников нынешней власти язык не повернется. Ну, давайте перейдем с вами на другую тему, оставайтесь на связи. А вот сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук успокаивает нас с вами, что финансовое сотрудничество с МВФ все-таки продолжится. Давайте его послушаем. Ну, и мы подсчитали, собственно, какую сумму долга Украине предстоит виплатить в 2020 году. Давайте посмотрим, сколько это денег. Платежи за государственным боргом в 2020 году складывают более 438 миллиардов гривен. Эта сумма в 100-гривневых купюрах веситиме более 4 тонны. Такой суммы грошей достаточно, чтобы вщент забить 189 контейнеров. Выйдет такой собственный довжелезный поезд из 189 вагонов, который растянется на больше, чем километр. И все это Украина мает выплатить только в 2020 году. Загальная сумма держборгу почти в 5 раз больше. Борислав, ну что ж, как вы думаете, действительно ли нет повода сегодня нам беспокоиться по поводу сотрудничества с МВФ и как, собственно, в 2020 году будем выплачивать долг? Смотрите, это проблема, которая стоит сейчас перед правительством и перед парламентом. Потому что парламент не только нажимает на кнопки, но и несет ответственность за все, что происходит в стране. Потому что именно парламент принимает главный закон страны, это бюджет на год, финансовый закон. Поэтому я могу сказать, что я вместе представителей слуги народа и правительства озаботился. Но история о том, что миссия МВФ уезжала, не озвучив публично положительный финал, такое было и раньше, такое было и во времена Гройсмана. Поэтому ничего нового. Есть следующий этап переговоров и в этом случае хорошо было бы, чтобы все-таки договорились. Потому что независимо, кто симпатик или антипатик нового правительства, мы все плывем в одной лодке. И если волна накроет, мало не покажется никому. Другой вопрос о том, что крайне преткновение может быть не только приват, но еще и тарифы, которые МВФ по-прежнему просит поднять. Поэтому вопрос сейчас заключается в том, на какие уступки пойдет МВФ и что сможет добиться правительство Гончарука. Алексей, как вы считаете, как будем отдавать долг в 2020 году? Ну, придется, наверное, отдавать долг. Я тут с Бориславом абсолютно согласен, что проблема заключается в том, что сигналы, которые идут из Украины, они для МВФ и для многих вообще международных финансовых институтов, они не совсем позитивны, скажем, да. И тут абсолютно согласен, что... Просто мы забываем такое впечатление, что вот с приватом эта история была, знаете, плохой Порошенко, Гонтарева или там любую фамилию заправить, вот они решили забрать у Коломойского банк, как бы, да, просто ограбили человека, да, очень плохо в любом случае, да, а вот все остальное там хорошо. На самом деле, это же практически международные институты заставили это сделать, потому что реально все прекрасно понимали риски всего того, что произойдет после того, как это, ну, как произойдет национализация, что Коломойский, естественно, это просто так не оставит. И более того, мы видим, Коломойский за приват отыгрался по повсюду и отыгрывается дальше. И это можно было тогда, в 16-м году предвидеть, что так просто это не пройдет. Поэтому эти сигналы негативные для международных организаций. И, да, вот моя кошка тоже согласна со мной. Поэтому поэтому долги мы это отдадим. Я в дефолт сейчас говорю, не верю в нынешнюю ситуацию, в принципе. Хотя, опять-таки, учитывая все, что, если бы мне кто-нибудь полгода назад сказал бы, что именно разговор возможный президента Украины с президентом США станет поводом начать процедуру импичного для Трампа, я бы в это, конечно, совсем бы никогда в жизни не поверил. Поэтому нашей стране все что угодно может быть сейчас. У вас прекрасная кошка или кот, мы все увидели, но да, кошка, да, давайте перейдем к следующей теме, в парламенте зарегистрировали законопроект о рынке земли, и давайте посмотрим, что он, собственно, предусматривает, и вернемся к нашей беседе. Законопроект про рынок земли передбачает с 1 жовтня 2020 скасовать заборону на відчуджение земель сельгосп призначения всех форм властности. Проект також визначает, кто может владеть земельными обновь обновь не допускают набутя у властность больше как 15% сельско-господарских земель областей и 0,5% земель Украины. Борислав, ну вы уже сказали, что МВФ продолжает требовать поднять тарифы, и в том числе и принять максимально дискриминационный трудовой кодекс и открыть, собственно, рынок земли. Как вы считаете, вот законопроект, несенный в Раду, это одно из выполнений требований МВФ, или же нет, это связано с МВФ? Я думаю, здесь все вместе дело в том, что это и связано с МВФ, а также желанием некоторых людей все-таки поучаствовать в приватизации земли, потому что рынок очень интересный, и будет много заинтересованных финансовых структур. Но просто существуют риски, которые этот закон не учитывает абсолютно. Например, никто не мешает господину Путину вызвать к себе, допустим, каких-нибудь Алишера Усманова, Абрамовича и там, допустим, Ротенбергов, и сказать им, ребята, делайте швейцарскую компанию, абсолютно швейцарскую компанию, с конечными бенефициарами швейцарцами, и начинаете скупать украинскую землю. Каких-то запобежников этому я в законе не увидел. Более того, насколько мне известно, их и не планируют ставить. И мы можем столкнуться с тем, что через несколько кампаний Российская Федерация будет владеть большим земельным фондом в Украине. Для нас в тех условиях, что сейчас происходит, это опасно, крайне опасно. Более того, Путин играет в долгую. Это у нас все живут короткими отрезками, а он готов играть в долгую. И, соответственно, он понимает, что этот вопрос он может реализовать через 2, 5, 10 лет. Надо учитывать это. Кроме того, надо также понимать и то, что у нас с кадастром все еще не урегулировано. И, допустим, если вы, Гульсум, будете покупать землю, то выяснится, что кадастровый номер, несмотря что мой, а земля принадлежит Алексею. В итоге у нас у всех троих будет конфликт. Нам это точно не нужно. Поэтому для начала было бы неплохо упорядочить ситуацию с кадастром, где достаточно большой процент земель накладывается один на другой. Кроме того, ну смотрите, на самом деле очень много проблем есть. Я просто изучал специально этот вопрос. Закон, мягко говоря, сырой и входит в самую дикую форму распродажи земли. В итоге мы можем остаться и без валюты, которая будет вымыта, потому что есть договоренности Ереська, и без земли. И плюс еще с большими проблемами. Плюс под это могут быть еще и облигации государственного внутреннего займа. С ними тоже неплохая история. В общем, все это вместе заставляет меня немножко настороженно относиться к именно этому законопроекту и к этой истории, хотя сам я за то, чтобы земля становилась товаром и продавалась. Просто нужно вводить поэтапно. Нужно этим заниматься системно. А сейчас пытаются с наскока, чтобы побыстричку. Так не выйдет, потому что это будет крайне негативно. История приватизации промышленного производства показывает, чем обычно это заканчивается. Появляются 2-3 мультиолигарха, а в основном все остальные в поигрыше. Алексей, нам с вами нужен конфликт с Бориславом Березой? Что вы думаете по поводу этого законопроекта? Ну, нет. Вы меня ставите в такое неудобное положение. Я после Борислава, я с ним согласен. Мне нужно, не знаю, собаку уже принести в кадр, чтобы как-то отличаться. Ну, я согласен, главное, что я, например, сторонник приватизации и вообще продажи рынка земли, как бы, да, абсолютный. Я считаю, что это просто вот этот миф, который 20 лет нас сначала коммунисты, а потом олигархи распространяли про то, что нас скупят. Это все миф, конечно. Но для начала, абсолютно согласен, нужно провести кадастр земли. Потому что боюсь, что по итогам этого кадастра очень многих желающих купить земли просто уже не будет существовать физиологически просто, да, потому что, ну, реально, я просто понимаю, это будет покруче, чем, не знаю, там, 90-е годы. Что вы даже не представляете, когда вскроется, кому, как, когда и зачем, и почему принадлежит земля, и насколько разрешенно. Ну, как, господи, берем просто элементарно, как у нас земля продается, так сказать, и незаконно это постоянно, там, смотришь, эти схемы, там, разные передачи коррупционные. Вы же поймите, это все по всей Украине происходит в течение последних, там, 20 лет. Вот сначала в этом разобраться, а потом уже переходить к нормальному европейскому какому-то опыту рынка земли. А понятно, что сейчас хотят по кондачку быстренько принять самый худший вариант закона для того, чтобы быстро все скупить, а потом нас опять ставить перед фактом. Вы знаете, как строительство у нас происходит, да? Сначала без разрешения, без документации, без ничего строят небоскребы, а потом ставят их перед фактом, ребята, и попробуйте им не дать разрешение. То же самое хотят с землей. Вы что, хотите потом нашу частную собственность забирать, как бы, да? И тогда они начнут обращаться, в европейские суды, во всей этой организации кричать про то, что посягают на святое, как говорится, да, на частную. Гульсун, я на обращение, я хочу поддержать Алексея на 100%, потому что мы в финале получим результат, когда те, кто организовали продажу земли, продадут ее, отойдут в сторону, а потом скажут, это не наша проблема, ребята, это хозяйственная проблема, разбирайтесь друг с другом. И в итоге, вместо государства, которое должно предложить системный подход, мы столкнемся с ситуацией, когда криминал будет разбираться в наших проблемах. И даже не суды, которые продажны, и до сих возничьего дня им доверия нет. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно руководствоваться медицинским принципом. Не навреди. То, что надо открывать рынок земли, бесспорно. То, что земля должна стать товаром, 100%. Но то, что это может привести к хаосу, бардаку и большой крови также, если будет реализован этот сценарий. Спасибо большое, Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва, и Алексей Голобудский, политтехнолог, были гостями нашей студии. Благодарю, а мы вынуждены завершать этот блог. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну, а буквально через 5 минут смотрите информационную программу «Заман». Ну, а я же напоминаю, что завтра в 20.00 на телеканале АТР смотрите телешоу «Мост». Самая важная тема о том, как Украина возвращается в Крым. Субтитры подогнал «Симон»!